Наконец, то приехали эти наушники, которые по своему внешнему виду очень напоминают дорогущие Apple AirPods. На этом правда сходства заканчиваются, как и цена. Оригинальный продукт от Apple стоит почти 200 долларов, а эти 5-13 долларов в зависимости от жадности продавца. Заказывал больше из любопытства, так сказать посмотреть, послушать. Приехала посылка в мусорном пакете, даже с таким же цветом. Содержимое никак защищено пупыркой не было. Характ юристики с коробки. Модель именуется как Ай-7 секунд ТВЭС, имеет аккумулятор на 65 матч в каждом ухе и 450 матч в док-станции. На просторах интернета можно встретить еще модель Ай-9, интересно в чем у них отличие. Коробка немного помялась, но содержимое почти не пострадало. В комплекте сама док-станция, два наушника, кабель для зарядки и инструкция на китайском языке. Цвет я выбрал не классический белый, а с рисунком. В данном случае с синими узорами как на самой зарядке, так и на наушниках. Можно выбрать с флагом России, например, или Германии. Выглядит все дешево и по-китайски, особенно эти шуршащие прозрачные пакетики. Крышка чуток поцарапалась, наверное в дороге билась и терлась о пластиковый лоток. Но на работу это не влияет от слова совсем. На лицевой стороне имеется небольшая кнопка включения и отключения, один светодиод горящий при зарядке и ее один при отдаче энергии. Док-станция сама выполнена полностью из пластика с комбинацией синего рисунка и белого фона. Оба наушника находятся внутри коробочки. Их там можно как просто хранить, так и подзаряжать. Внешний вид ушей очень простой. Есть следы литья и не совсем ровной проклейки корпуса. Снова тот же пластик с комбинацией рисунка и белого фона. Снизу находится порт для зарядки и выход для микрофона. На боковой стороне кнопка для управления звонком, музыкой и компенсационное отверстие. Звуководы закрыты тонкой белой сеткой из тряпичного материала. У оригинальных ушей от Apple, как я знаю, они металлические. Габариты не скажу, что маленькие, корпус в длину 50 мм, в ширину 20 мм. Заряжаются они через док-станцию, которая сама подключается через вход microUSB к любому источнику питания. Замерить емкость мне пока нечем, но производитель заявляет 450 match. Наушники заряжаются чуть больше часа, примерно 1 час 10 метров. Аккумуляторы у них на 65 match. Полного заряда хватает где-то на 3 часа в режиме разговора. При прослушивании музыки время сокращается до 2-2-5 часов. Кнопкой можно переключать треки, ставить на паузу. Но не совсем это удобно реализовано, нужно привыкать. При разговоре, то есть использовании в качестве гарнитуры работает только один наушник, правый. Чувствительный микрофон на среднем уровне. В шумном месте, вас могут не услышать. Что касается звука. Он тут стерео, спасибо, конечно, за это. Басов практически нет, преобладают средние и высокие. Качество звука, как мне кажется, больше подходит для прослушивания какой-нибудь речи, телефонных разговоров, аудиокниг, ютуба. Громкость высокая, но на максимальном уровне начинают немного хрипеть. Не выдерживают такой нагрузки. В больших ушах сидят хорошо, не выпадают при ходьбе и движении. Но, а так выглядят оригинальные Apple AirPods, ценой 200 долларов. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.